Ну что ж, коллеги, пришло время поговорить о библиографических описаниях, о библиографической записи, ссылке на составную часть ресурса. Или, как они раньше назывались в старом ГУСТе, аналитические описания. Ну, собственно, почему назывались, они продолжают называться в ГУСТе 2003. И начнём мы немножко с повторения пройденного наших предыдущих вебинаров. Частично мы этой темы касались, но сегодня пройдёмся чуть-чуть, может быть, поподробнее именно по тематике описания составной части ресурса. Ну, начнём с того, что мы часто говорим, библиографическое описание, библиографическая запись. И поэтому немножко к определению понятия вернёмся, потому что и то, и другое мы будем использовать и сегодня на занятии. Что нам говорит ГОСТ 2018? Библиографическое описание – это то, что содержит библиографические сведения о ресурсе, приведённые по определённым правилам, естественно, в определённом порядке выстроенные, которые устанавливают, эти правила устанавливают наполнение и порядок следования областей, элементов, и они отражены в самом ГУСТе. Для чего это всё нужно? Это предназначено для идентификации общей характеристики ресурсов. Вот, собственно, для этого нам библиографическое описание и нужно. Библиографическое описание является составной частью библиографической записи. Библиографическая запись, она шире, она может включать в себя ещё дополнительные части, заголовок, различные классификационные индексы, предметные рубрики, ключевые слова, аннотация, даже реферат, шифры хранения ресурсов. Вот то, что мы видим на библиотечной каталожной карточке, там много всего написано. Библиографическое описание – это только часть, а вот это вот всё много – это и есть библиографическая запись. Туда же могут включаться и какие-то сведения служебного характера. Но чаще всего мы сталкиваемся с заголовком. Вот когда у нас начинается автор, фамилия, инициалы, а потом пошло основное заглавие, вот автор – это один из видов заголовка. Или когда у нас группируются документы «Российская Федерация, законы» и пошло название дальше закона. «Российская Федерация, законы» и пошло название другого закона. Вот это название – это то, с чего начинается библиографическое описание. А вот то, что в самом начале у нас было – это заголовок. Про заголовки мы более подробно с вами разбирали. У нас был один из вебинаров про ГОСТы, про библиографические описания. Там мы более подробно разбирали разные виды заголовков. Так вот, мы будем часто применять, может быть, чаще я буду говорить библиографическое описание, но имейте в виду, если есть заголовок, то речь идет о библиографической записи. Могу сбиться, но берем за правило. Библиографическая запись. Если есть заголовок, то имеется в виду библиографическая запись. Если заголовка нет, то это библиографическое описание. И так, коллеги, у всех звук пропал или у нас все в порядке? На огонек просто нажмите, чтобы нам сейчас не загружать. Есть. Ага. Сейчас я тогда напишу нашим коллегам. Все. Спасибо. Спасибо. Идем дальше. И определение понятия библиографическая ссылка, которое дается в ГОСТ-2008. Это часть справочного аппарата документа, который служит также источником библиографической информации о документах, которые являются объектами ссылки. Просто с этими понятиями мы сегодня будем сталкиваться и с описаниями, и с ссылками. И библиографическая ссылка также содержит библиографические сведения о документе, который рассматривается, цитируется или упоминается в тексте работы. Эти сведения должны быть необходимы и должны быть достаточны для того, чтобы нам этот документ идентифицировать, который мы цитируем или упоминаем, найти и дать ему общую характеристию. Вот, собственно, разница между библиографическим описанием и ссылками. Немножко вспомнили про определение понятия, и сегодня мы немножко коснемся и того, и другого. И библиографическая запись, описание и библиографическая ссылка могут составляться как на ресурс в целом, так и на составную часть ресурса, на отдельную часть. Причем и эти ресурсы могут быть, и чаще всего мы сталкиваемся вот с этими тремя видами печатной, электронной или печатной, имеющей электронную версию, или наоборот. Поэтому описание и ссылку на составную часть ресурса мы всегда даем и используем вот эти вот два ГОСТа. У нас есть два ГОСТа, которые регламентируют составление, так сейчас попробую взять указку, составление ссылок ГОСТ 2008, R705-2008, это по ссылкам. И второй ГОСТ новый, R701-2018, библиографическая запись, библиографическое описание. Для стран СНГ продолжает действовать ГОСТ 2003. Вот связка между ГОСТом 2008 и 2003, она существует, а вот связки между ГОСТом 2008 и 2018, ее пока еще, к сожалению, нет. Основные отсылки в ГОСТе по ссылкам, они идут на ГОСТ 2003. Поэтому для стран СНГ здесь мало чего изменилось, а вот для нас с принятием национального стандарта, для нас изменения произошли. Поэтому, когда вы пишете письменные работы и сталкиваетесь с необходимостью сделать ссылку на составную часть ресурса, или дать описание составной части ресурса, сначала подумайте, посмотрите, с чем мы работаем. Мы работаем со ссылкой или с библиографическим описанием. Мы готовим сейчас описание, оформление делаем для списка источников, или мы оформляем подстрочную ссылку, или затекстовую ссылку. Поэтому в соответствии с этим мы выбираем тот стандарт, который нам нужен. Либо по оформлению библиографической ссылки, либо по оформлению библиографической записи и библиографическому описанию. Поэтому здесь не торопитесь, очень часто мы делаем ошибки, просто потому что не тот ГОСТ взяли, не туда посмотрели. Оказывается, у нас это не ссылка, а у нас это описание. Вот на это обращайте внимание, потому что и в том, и в другом ГОСТе есть правила, касающиеся оформления составной описания или ссылки на составную часть ресурса. И чтобы правильно посмотреть, нужно выбрать правильный документ. Но есть и хорошая новость. И ссылки, и библиографические описания, или библиографическая запись, если мы под заголовком используем, они состоят из одних и тех же областей, элементов и знаки предписанной пунктуации, библиографические знаки. Вот на прошлом вебинаре у нас спрашивали, а почему двоеточие, это же не по-русски, оно деляется с двух сторон пробелами. Да, потому что это знак предписанной пунктуации, библиографический знак. И то, и другое указано и про области элементы, и про их порядок расположения, и про знаки предписанной пунктуации. В ГОСТах мы тоже можем найти. Ну вот я вам просто напоминаю еще раз вот эту схему, такая метафора дома. Из одних и тех же элементов, блоков и набора элементов мы можем построить либо библиографическое описание, либо библиографическую ссылку. В зависимости от того, что и сколько мы наберем, у нас получится либо полное описание, либо расширенное, либо совсем краткое. Ну и ссылки состоят из тех же, в принципе, элементов. Поэтому очень часто, когда мы указываем особенно подстрочную ссылку, особенно первичную ссылку, в том числе и на составную часть документа, мы используем те же самые области, элементы, знаки предписанной пунктуации, которые мы использовали и для библиографического описания. Вот в этом они очень похожи. Различия там есть, но небольшие. Поэтому если хорошо знаем эту часть, понимаем даже, немножко разбираемся в этом, то и ссылку нам сделать не настолько уж и сложно. И еще одно. В некоторых методических рекомендациях, в материалах интернета мы еще можем сталкиваться с понятием аналитическое описание. Вот это то, что использовалось ранее в ГОСТе 2003, и так оно там и осталось, библиографическое аналитическое описание на статьи, на части ресурсов. В ГОСТе 2018 это называется библиографическое описание составной части ресурса. Просто заменили одно понятие на другое. Но имейте в виду, в каких-то материалах вы можете сталкиваться и вот с этим. Что мы просто держим в уме, что это одно и то же. Не забываем про это. И про некоторые особенности. Особенности описания составной части ресурса. Объектом в данном случае является та составная часть, для идентификации поиска которой нам необходимы сведения об этой составной части и о ресурсе, в котором она помещена. То есть если ищем мы статью, нам нужны сведения и о самой статье, чтобы ее идентифицировать и найти. И нужен тот ресурс, журнал, сборник, что там еще у нас может быть, да, сайт. Ресурс, где эта статья помещена. Ресурс, который содержит составную часть, называется идентифицирующий ресурс. Вот сам журнал, сам сборник, сама книга, сам сайт. Вот это называется идентифицирующий ресурс. А то, что мы ищем, маленький кусочек, вот это и будет сама составная часть. Что относится к этим составным частям ресурса? Это может быть и... Ну, во-первых, это объект библиографического описания, которое мы составляем. И это может быть как самостоятельное произведение, это может быть самостоятельные разделы ресурса, отдельная статья периодического, сериального, продолжающегося издания, там, книги, рецензии. Это может быть часть ресурса, которая имеет самостоятельное заглавие. Раздел, глава, параграф, урок, например, да, тема какая-то. И это может быть часть ресурса, которая самостоятельного заглавия не имеет, но мы ее выделяем в целях библиографической идентификации. Например, тот же раздел, глава, параграф, могут не иметь, могут иметь самостоятельное заглавие, могут не иметь, либо части этих разделов, глав и параграфов. Ну, как для примера. То есть вот это вот является составными частями ресурса. Откуда мы берем информацию? Для составления библиографических описаний мы всегда, и неоднократно еще до этого мы с вами говорили, да, предписаны источники информации. То есть откуда нужно брать информацию, в первую очередь, во вторую, в третью и так далее. Источниками описания для составной части ресурса могут являться первая и последняя страницы, полосы, листы, либо другие элементы ресурса, на которых эта составная часть располагается. Дальше мы смотрим. Это то, что мы смотрим в первую очередь. Вот я вам даже две косые черты поставила, для того, чтобы понимать. Вот это то, что мы смотрим в первую очередь, чтобы составить описание для составной части ресурса, а вот это уже для того ресурса, где он расположен, для идентифицирующего ресурса. И если вспомните, я не знаю, было ли у вас такое, но нас вот заставляли в УЗИ приносить сканы статей, копии, ксерокопии своих опубликованных статей в бумажном формате. И нужно было указать, обязательно дать ту страницу, на которой расположены, те страницы, на которых расположена сама статья, и страницу до, страницу после, чтобы увидеть, что вот, да, и именно вот это вот начало и конец точно определили. Вот здесь точно так же мы смотрим первую, последнюю страницу самой статьи, даже если там есть только название статьи, все равно мы ее считаем. И последнюю, включая список пристатейной библиографии. Для определения объема, да, вот той самой пагинации, которую мы приводим как страницы с по такую-то указанным, вот для этого нам это точно понадобится. Дальше, ну и другие, другие части ресурса, ищем всю необходимую для этого информацию. Что ищем? Ищем сведения о заглавии, сведения составной части, сведения об авторах, лицах, организациях, которые принимали участие в создании этой составной части, сведения о публикации, ну, возможно, изготовлении составной части документа, если таковые имеются. В частности, нам нужны, чаще всего бывают авторы, либо лица, принимавшие участие в создании этого документа, и организации. Оглавление, смотрим, вот другие части ресурса, смотрим оглавление, содержание идентифицирующего документа, если оно содержит сведения о составной части, ну и для электронных носителей локальных, например, это могут быть еще и какие-то сопровождающие документы, материалы, вкладыши, наклейки, информация на кассетах и коробках. И источник информации для идентифицирующего документа, самого ресурса, да, в целом, про составную часть поговорили, но это же где-то у нас находится, и для этого нам тоже нужно собрать информацию. Это документ в целом. Главный источник информации – это элемент документа, который содержит основные выходные и аналогичные им данные. Ну, для наших печатных изданий это, как всегда, титульный лист, для электронных – это титульный экран, и для локального доступа электронных ресурсов это различные наклейки и этикетки. Ну, титульный лист, помним, коллеги, что у нас титульная страница и оборот титульного листа, сам титул и оборот титульного листа, они сейчас уравнены в правах, поэтому мы информацию берем оттуда. По источникам для идентифицирующего ресурса. В ГОСТе этому уделены два раздела при описании идентифицирующего ресурса. Раздел 5 и раздел 6. Вот это вот себе просто на заметочку возьмите, что когда мы делаем описание составной части ресурса, ориентируемся на страницы, на разделы ГОСТа 2018, раздел 5 и 6. Так, коллеги, звук, просто огонечек поставьте, в чат не пишите, просто звук поставьте, пожалуйста, огонечек в чат, если со звуком у нас все нормально, смотрю, у нас у кого-то проблема. И Ирина Майер не поняла немножко текст послания, что хотели сказать. Ага, спасибо. Огонечек, Ольга, это вот там, где вы в чат вводите сообщение, слева от него есть такой значок, как костер горит. Вот на него иногда вместо плюсиков просим его нажать, чтобы в чат не загружать. Ага, спасибо. В пятом... А, если с мобильного, то может не быть. Окей, у кого нет, тогда ставим плюсик в чат. Договорились. Если... Про пятый раздел. Пятый раздел для нас очень важен. Он... Пятый раздел ГОСТа. О, да, кстати, коллеги, если вы ходите, смотрю, у кого-то в компе звука нет, старайтесь пользоваться браузером Google Chrome. Иногда с других браузеров хуже идет, а с интернет-эксплорер вообще может не брать. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Так вот. Раздел 5 ГОСТа 2018 нам важен, потому что он содержит все правила, требования по составлению одноуровневых описаний. А имя мы пользуемся, когда составляем описание идентифицирующей части ресурса. В первую очередь, это структура и состав описания. То, что мы разбирали подробно на предыдущих вебинарах, посвященных библиографическим описаниям, ГОСТам, вот про это мы очень подробно тогда с вами говорили. Поэтому можно посмотреть будет в записи. И сведения, сформулированные на основе анализа документа или заимствованные из источников вне документа во всех областях библиографического описания, кроме области примечений, они также могут быть приведены в сведениях об идентифицирующем документе. Но то, что мы берем извне, мы, как правило, приводим в квадратных скобках. Вот это вот и осталось. Так, Ольга Бабенко с Яндекс.Браузера. Да, Яндекс тоже сейчас нормально берет. Вот, слава богу, но вот и интернет-эксплорер не всегда. И по структуре. Описание составной части ресурса. Здесь все очень просто. Мы про это уже начали с вами говорить. Соединительный элемент, две косые черточки, нам показывает, что мы имеем дело с составной частью ресурса, не с ресурсом в целом. Сведения об этой составной части приводятся в начале, а после двух косых черточек мы приводим сведения о большой ресурсе, где находится эта маленькая часть, частью которого и является наша статья, видеоролик или что-то еще. Сведения. И здесь мы приводим сведения об идентифицирующем ресурсе, о местоположении составной части внутри этого ресурса. Помните, как статья, страница с 13 по 24. И область примечаний, которая нам особенно важна, когда мы говорим об электронных ресурсах. Вот здесь в области примечаний мы обязательно указываем. Там есть обязательные и условно-обязательные элементы. Вот обязательные. Это адрес электронного ресурса и дата обращения. Если мы говорим об электронных журналах, если мы говорим о публикациях в электронных журналах, которые не имеют особенно печатной версии, только в электронном виде, то здесь мы можем указывать вместо даты обращения дату публикации. Такая возможность тоже существует. Через точку тире мы пишем дату публикации и указываем, когда эта статья была опубликована. Это тоже возможный вариант. И вот просто кратко то же самое, но в схематической форме. Вот она, составная часть ресурса, сведения о самом документе. Например, здесь мы приводим сведения о статье. Здесь о сборнике, где эта статья размещается. И здесь мы опять возвращаемся к составной части ресурса. Мы говорим, где в этом сборнике она находится. И если наш ресурс электрон, здесь мы, в принципе, можем заканчивать. Единственное, что если у нас есть номер из БН самого идентифицирующего ресурса, из БН и из ССН, номер международной стандартной классификации, то мы его тоже должны указать, это обязательный элемент. Уже после местоположения составной части в ресурсе. И если ресурс электронный, то обязательно примечания. Обязательно приводим нашу статью. Продой. Сейчас скажу обязательно. Сейчас кто-нибудь вопрос Продой скажет. Продой чуть попозже мы этот пример с вами сейчас и посмотрим. Ну, вот так может выглядеть схема библиографического описания составной части ресурса. И мы можем понять, посмотрев на эту запись, что это статья из сборника материалов конференции. Все, что зелененьким относится к составной части ресурса, синим, в соответствии с нашей схемой, это то, что идентифицирует наш ресурс. Если есть СБН, то мы сюда еще и СБН дописываем. Обратите внимание, текст непосредственный, то есть вид содержания средства доступа мы сюда написали к составной части ресурса. Не в конце, не ко всему сборнику, а к составной части ресурса. Оно перемещается вот сюда, если речь идет о какой-то, например, статье. Вот две косые черты увидели и понимаем, что вот это вот про статью, а вот это про сборник, в котором эта статья... Да, после страниц, Ольга. Это про сборник, где эта статья находится. Для чего это нужно? Для поиска. Вот запомните одну вещь, что когда мы видим две косые черты, две косые черты, мы сначала ищем... Частая ошибка, которую делают особенно студенты, начинают сразу искать саму статью в каталогах. А если роспись не велась этого сборника, то по автору и загнаме мы не всегда это можем найти. В электронном, в печатном виде, вот если нет росписи статей и не существует эта статья в отдельном виде, то мы ее можем не найти. Поэтому поиск всегда начинаем вот отсюда. Вот это название, это сборник материалов по конференции, по названию сборника. Очень часто сборники называют по названию конференции. То есть вот они, поисковые запросы, фактически у нас сформулированные, на основе этого описания, по которым мы можем найти сначала сборник, а потом уже на данных страницах мы будем искать статью. После текста, да, здесь двоеточие у нас нужно. Вот здесь. При переносе текста на слайд оно у нас убежало. Да, с пробелом. С пробелами оно у нас нужно, конечно. И идем дальше. А почему нет издательства? А потому что не было издательства. Да, без издательства. В данном случае, если есть издательство, тогда его, конечно же, указываем. Не всегда это у нас присутствует. И по... По нашим примерам. Схема библиографического описания составной части обязательно включает заголовок, то есть автор составной части, сведения о составной... Не, не обязательно. Сведения о составной части документа. И дальше идут сведения об идентифицирующем документе и о местоположении составной части в документе. Ну и далее могут следовать еще примечания. Вот еще один вариант. Описание составной части сборника материалов конференции. Посмотрите. В одном случае мы повторяем. Вот здесь у нас как идет. Повторяется автор за косой чертой. И мы пишем текст непосредственно. Здесь мы не написали текст непосредственно. И у нас, видите, вот этой части, то, что за косой чертой, его нет. Повторяется ли у нас автор или не повторяется и в каких случаях? Можно ли обойтись без повторения фамилии, имени, отчества, автора за косой чертой? Любимый вопрос всех, кто оформляет. Значит, смотрите, есть такая вещь. В каких случаях это допустимо? Пункт 7.2.1.4. Есть ли сведения об ответственности составной части ресурса совпадают с заголовком библиографической записи, то в библиографическом описании составной части ресурса мы эти данные можем опустить. То есть, если у вас заголовок, то, что написано в источнике, совпадает с тем, что нужно повторить за косой чертой, то вот этот момент можно опускать. Текст непосредственный мы тоже можем опускать в том случае, если у нас основной массив ресурсов в нашем списке источников относится к печатным. Ну, например, из 50 источников, на которые мы составляем описание и включаем в список нашей работы, там 35 источников – это печатные. Вот тогда мы можем для общего массива не писать текст непосредственный. Но если в этот массив остальные источники у нас добавляются электронные, такое правило меньшинства, то для них мы дописываем, то для них мы пишем текст электронный, да, или там изображение электрона. Поэтому, Мария Кузнецова, вот здесь «Фролов С» не будете считать вслух «С Фролов», второй раз можно не повторять. Но обращайте внимание, если у нас нет возможности установить отчество, если у нас есть возможность установить отчество, то мы его устанавливаем, и тогда в сведениях об ответственности мы повторяем так, как у нас было указано в источнике. Например, мы нашли, что этот «Фролов СН», мы пишем заголовок «Фролов СН», мы установили его отчество, а в сведениях об ответственности за косой чертой мы тогда напишем «эсфролов», вот так, как это было в самом начале. Вот в этом случае мы повторяем. Если у нас в самую статью мы открываем, там написано «фролов СН», или нам не удалось, но никак не удалось установить его отчество. Бывает такое, ни по интернету никак, нигде нет. Ну, тогда пишем так, как есть, и дальше можно не повторять тогда в сведениях об ответственности. Дальше. Так, пошли дебаты и обсуждения уже в чате. Производство расписано. Да, может быть включено именно издательство и произведение. Если есть, то тогда включаем. Дальше. Пункт. Ну, вот поэтому у нас либо два варианта. Либо так, либо так у нас может быть. Статья с ДОИ. Что делать, если у нас есть ДОИ? Куда его вставляем? Его место вот здесь. Если это ДОИ-статьи, составной части ресурса. На разные статьи в разных изданиях ДОИ могут быть разные. Поэтому мы включаем его именно в первую часть, в описание составной части ресурса. И вот здесь, смотрите, текст электронный мы дописываем. Потому что основной массив, например, нашей информации. Но до сих пор это еще требует, чтобы это были печатные источники. Поэтому текст электронный сюда мы дописываем. Что это статья электронной из журнала, либо печатного, имеющего электронную версию. Ну, мы ее смотрели. Да, между страницами совсем короткий. Ставится дефис. Перед инициалами для... Знаете как? В принципе, да. Нужно ставить. Но иногда его опускают, принимают решения и в методических рекомендациях, например, по оформлению студенческих работ. Если это не для каких-то каталогов, не для библиотек. Иногда его исключают. Допустимо, если это в методических рекомендациях написано, тогда делаем так, как просят. В принципе, да. В принципе, в описаниях, да, должен стоять. В ссылках нет. Там этого нет. По... Между страницами... Между страницами короткая и дефис, вообще совсем-совсем коротенькая. Описывает статью из сборника. Если она без автора, то как мы ее описывать? Очень просто. Мария, если автора нет, тогда под заглавием. Часть из сборника, но у него есть какие-то редакторы, у него есть авторы, составители. Или вот их за косой чертой, тогда и будем указывать. Про... В скобках уже не используется. Ольга, да. В ГОСТе 2018 не используется, но в ссылках, мы вот говорили, когда был вебинар про ссылки, там еще это обозначение живет. Для ссылок оно еще существует. Поэтому я и говорю, смотрите очень внимательно. По какому ГОСТу оформляется список источников. И чуть попозже я вам покажу пример, что может быть и по ГОСТу 2008, и по ГОСТу 2018. По короткий, если только короткий. Короткой нет, не будет. Главой из этой книги, автор, название главы... Название главы, да, либо еще по-другому можно будет это сделать. Два раза автора не повторяем. Сейчас еще покажу. Про дои. Дои ставится у нас после автора. После этого добавляется текст электронный. Если у нас этого отсутствует, если у нас, например, основной массив источников электронный, и мы тогда вот эту часть не пишем, тогда просто остается пробел, две косые черты, и пошли данные об идентифицирующем ресурсе. Второй вариант. Вот так может выглядеть ссылка на эту же самую статью. Вот это мы пишем в описании по ГОСТу 2018, а вот это мы пишем в ссылку. Вот в ссылках мы перечисляем, если три автора, то всех трех. За косую черту их второй раз не повторяем. Здесь мы их повторяем, потому что у нас один автор в заголовке по правилам, и всех трех авторов мы указываем в сведениях об ответственности. В этом случае они сюда переходят. Указываем дои статьи. И дальше у нас пошла информация об идентифицирующем документе. По заглавиям. Можно ли сокращать заглавие? Если заглавие слишком длинное, очень длинное, вот знаете, как самый рекордсмен, это статья на немецком языке в научном журнале включала в себя, по-моему, 45 или 46 слов. Ну, нормально так. Поэтому стоит среднее. Усреднили. Усреднили. По поводу дефиса или тире. Да, коротенькое. Да, вот среднее, короткое. Не длинное тире. Сокращение заглавия допускается ставить, даже в самом примере приведено у нас в гости, троиточие, отделенное двумя пробелами с двух сторон, сокращение по ключевым словам, если от этого смысл заглавия не теряется. Да, ну вот есть такое хорошее правило, большого пальца просто закрывать каждое следующее слово, большим пальцем, да, и читать оставшееся. Можем мы без этого слова обойтись, не потерялся или смысл? Если не потерялся, то исключаем. Если меняется или допускаются какие-то интерпретации, тогда его оставляем. Ну, вот по ключевым словам мы можем сократить вот до такого варианта. Да, да, Digital Object Identification или, сокращенно, DOE. Это индивидуальный номер, идентифицирующий данный документ, который присваивается тексту, и куда бы у нас этот текст не поместился, по этому DOE мы его можем найти. Если адрес, например, из адресной строки у нас изменилось место расположения этого документа, и по этой ссылке мы его уже найти не сможем, то по DOE мы его всегда найдем. Его не берут, его присваивают. Когда вы публикуете какую-то статью, ей присваивается, как правило, сейчас в электронном. Это электронный идентификатор, и если журнал имеет электронную версию или это электронный журнал, этот номер DOE уже автоматически издательство само присваивает ваши статьи. Они так же, как и СБН, да, это есть специальный ресурс, есть специальная организация, которая эти номера выдает, присваивает издательствам, и они уже, да, есть агрегаторы, которые этим и занимаются. Как его узнать? Узнаете после публикации в издательстве, можно будет узнать для своей статьи. Либо он указывается, когда смотрите саму статью в e-library. Обращайте внимание, сейчас номер DOE уже пишут, когда вы находитесь статью какого-то автора, например, в том же Ренце, e-library, там DOE указан на самой карточке статьи. И про... С длинным названием была бы рада, если название исторический документ. Ну, вот допускается, да, потому что 44 страницы писать название одного документа не всегда представляется возможным. Как возможность, да, можно ли сокращать? Да, можно. В библиографических описаниях – да, можно. В которые мы в списке наших источников вставляем, там это допускается. Но только если это действительно вот очень-очень длинный, длинный-длинный документ. Нам же важно его быстро найти. Что из... Вот, опять же, включать ли в сведения об идентифицирующем ресурсе сведения, относящиеся к заглавию, да, какие-то уточняющие вещи. Вот что это за источник, из которого взята составная часть документа? Вот это вот статья. Вот смотрите, что у нас здесь написано. Наука настоящего будущего, Санкт-Петербург, 2017, и всё. Даже если мы сюда напишем название издательства, там, издательство Санкт-Петербургского университета. Год, страницы, всё. Что это? Что мы будем искать? Что нам нужно искать? Это книга, это сборник, это материалы трудов, журнал. Что это такое? Ну уж явно не журнал, потому что номера здесь точно нет. Похоже, что это книга. На самом деле, это сборник конференции. Вот в этом случае, в описании составной части документа, нам обязательно нужно будет добавлять сведения, относящиеся к заглавию, которые могут нам идентифицировать этот документ. Пункт 7.3, если не изменяет память, сведения, относящиеся к заглавию, приводят в тех случаях, при составлении описания составной части ресурса, когда необходимо уточнить само заглавие или идентифицировать ресурс с каким-то типовым заглавием, например, среди имеющихся, или указать, что это электронный ресурс размещен на сайте, тогда мы приводим, иногда в квадратных скобочках, если на самом сайте не написано, что это официальный сайт Министерства культуры. Мы это можем дописать, но взять в квадратные скобочки, что это мы сформулировали сами. Либо, как в нашем случае, мы даем пояснение, что это сборник материалов, потому что из названия нам это не очевидно. Для того, чтобы именно можно было бы этот ресурс найти. Сведения об издании в описании идентифицирующего ресурса, когда пишем второе, третье, пятое издания, они обязательны, а вот параллельные сведения об издании, об ответственности, относящиеся к изданию, дополнительные сведения об издании. Вот это вот можно опускать. И в описании, как правило, включают место, год публикации, место и год публикации, производства и распространения, как это сейчас говорит. Имя издателя, производителя или распространителя, вот тот самый вопрос, а издательство надо включать или нет, в гости написано так, может быть включено. То есть вот в данном случае мы его опустили, либо его нет, либо мы просто его не стали указывать. Но это должно быть единое требование ко всем, например, сборникам, ко всем описаниям составной части ресурса, которые мы используем в нашем списке источников. То есть если уж в одном месте мы указали, то во всех остальных мы тоже указываем. Но за исключением тех случаев, если его нет, если мы его не указываем, тогда и везде не указываем. Поэтому вот это вот можно делать. По еще один вариант, еще несколько вариантов, сведения об идентифицирующем ресурсе. Вот оно, сведения об издании, то, что это второе издание, дополненное, переработанное, вот мы его дописываем сюда. Это вот она, часть, это хрестоматия, которая включает в себя статью Михаила Таля «Мышление шахматиста». Если указано вот так, то мы второй раз за косой чертой не пишем. Но если у нас в самой книге написано «Михаил Таль», название и пошла статья, то за косой чертой мы тогда написали бы «М Михаил Таль». Сюда мы записываем так, как положено, устанавливаем данные, а с косой чертой мы бы написали так, как написано в источнике, там «Михаил Таль». Подредакции. Вот если у вас, у кого там было без глава или статья, без сборник, без автора, ну, вдруг такое случилось. Если автора вообще нет, тогда мы пишем просто название статьи за двумя косыми чертами. И вот здесь, вот в сведениях об ответственности мы обязательно указываем редакторов, авторов, составителей или автора, то есть то, что у нас есть, чтобы идентифицировать сам ресурс и по нему уже потом найти статью. Сведения об издании, если они есть, то приводим в том виде, как они приведены в источнике. Вот здесь, видите, у нас есть издатель, мы его приводим, допускается приводить, но тогда уже и во всех остальных источниках, если мы даем составную часть книг, то тогда мы их тоже должны будем приводить. Год страницы относятся к составной части ресурса и в конце вот он, международный стандартный номер, если он есть, то мы его обязательно сюда приводим. Ссылку на источник на русском языке, дублировать латиницы. Значит, Ирина, это про референсис. Там не дублировать, там совершенно верно, Ольга ответила, в каждом журнале свои требования, смотрите правильно, если мы говорим о референсис, то там идет не просто перевод, там идет транслитерация с переводом. Посмотрите, мы были у нас вебинары про референсис, и еще будет тоже, мы про это как раз тоже будем еще раз вспоминать и говорить. Второй пример у нас приводится подред можно и полностью. Значит, смотрите, сейчас идет тенденция к уменьшению сокращений, поэтому под редакцией лучше писать полностью. В переводе пишем стараются не сокращать. Ну вот и другие, да, здесь сокращения допускаются. Хотя сокращения допускаются, но вот город, города, место издания, это все сейчас пишется полностью. То есть ничего страшного, если мы, вернее, даже наоборот, хорошо, если мы сокращать не будем, а будем писать полностью. Как раньше мы сокращали в сведениях об ответственности, материалы, науч, поп, конф, не жду, нару, участие, сейчас принято писать полностью. Поэтому вот, да, лучше полностью. Не знаю, проще это, легче, но студенты, мнения разделились, например, одни говорят, что хорошо бы сократить, другие говорят, меньше возни, не надо лазить в гост по сокращениям и еще смотреть, как правильно сократить. Вот это вот сведения об идентифицирующем ресурсе книги. Вот это у нас на статью. Заглавие, если речь идет о периодических изданиях, мы не сокращаем на заглавие названия журналов, если они еще приводятся и в аббревиатуре, и есть расшифровка. Обязательно прописываем расшифрованное полное название. Год, номер, в скобочках указываем, это текущий номер, это по порядку с момента издания, если он есть, то указываем. И по генации приводим страницы, где расположена составная часть ресурсов. Про сборники. Вот здесь есть маленький нюанс. Вот том 11 у нас перебрался вот сюда. Статьи из трудов, например, там, где есть выпуски, тома, тогда мы указываем вот так же, как в нашем третьем примере, выпуск, номер, обозначение выпуска или том, и их порядковый номер, и их номер, они идут после года. В описании составной части ресурса они вставляются именно вот сюда. Обязательные элементы СБН, Ольга, поэтому лучше, да, пусть обязательно вставляют. Это тот номер, по которому мы так же можем, как и подой, найти книгу. Одна и та же книга может иметь разные СБН, это будут совершенно разные издания. Одно и то же название, один и тот же автор, но книга вышла в разных, например, издательствах, у нее будут разные номера СБН. Тире, тире. Где студенты в самой книге СБН, они указываются в самих книгах. Открываем книгу, смотрим СБН, он есть. По... Да. Ну и если давать ссылку, то здесь мы сокращаем. Здесь запятые уже не ставятся. Авторы у нас выносятся в заголовок до трех авторов, один, два, три автора, они записываются в заголовок. За косой чертой мы их в сведениях об ответственности не повторяем. И, соответственно, у нас изменяется, чаще всего знак точка тире, изменяется на знак точки. И вот мы указываем, если есть СБН, то и СБН дописываем в самом издании, и СБН, как правило, стоит. По... пункту 6.2. Вот то самое исключение, куда записывать номер тома, выпуска, части и так далее. В пункте 6.2 приводится правило описания и дается исключение. Если составная часть помещена в томе выпуски многочастного ресурса, то есть многотомник или сериальное издание, которое уходит в томах, номерах, выпусках, то области элементы мы приводим по правилам, по пункту 6.2 для описания многотомных изданий за исключением. Вот исключение здесь я его вам как раз и выделила. Исключение составляют такие элементы описания, которые приводят в указанной последовательности. То есть вот в нашей второй части. Место публикации производства или распространения, дата публикации производства или распространения, а вот потом уже идет обозначение тома, номера, выпуска, порядковый номер. Если есть частное заглавие этого тома, выпуска или номера, но иногда бывает так, там собрание сочинения, а отдельный том называется как-то по-другому. Это элемент факультативный, он может быть опущен, либо после номера выпуска мы ставим двоеточие и тогда указываем заглавие этого частного, частное заглавие этого конкретного тома или номера. И дальше у нас идут страницы или элемент ресурса, где у нас помещена это составная часть. Пособие в трех томах нет. Здесь не ставится. Учебное пособие в трех томах. Если на титульном листе было написано именно так. Если не написано, и мы это определяем сами, что вот три тома, то тогда здесь двоеточие перед в трех томах, можно как второе сведение, относящееся к заглавию, да. Если вот таким образом у нас было написано на титульном листе, тогда мы это переносим ровно вот так вот сюда и записываем. Лучебное пособие в трех томах. И том, выпуск, номер, они переносятся вот сюда, они пишутся после года. Поэтому вот это вот правило, вот это исключение, правило и исключение, оно здесь есть для составной части ресурса. Если, да, и еще, сейчас мы обратно вернемся. Если вот этот том, а выпуск могут иметь еще более частные деления, например, том второй, выпуск пятый, том третий, вот как сейчас журналы очень часто объединяют в тома, они так разрастаются, да, том второй, номер четвертый, то более мелкие деления приводят через запятую. То есть вот мы привели том 2, ставим запятую, делаем пробел, пишем номер, там, тринадцатый. И частное заглавие, если есть тома или выпуска, то в описании его с предшествующим знаком двоеточия приводим. Но двоеточие, опять же, с двух сторон отделяем пробелом, это не грамматический знак, это знак библиографический, да, предписанная пунктуация. Статья, ну, вот еще раз я вам этот пример привожу, да, это статья, имеющая печатное, в печатном журнале, но имеющая электронную версию. И ссылку, как на нее можно давать. Да, вот тот пример, который мы смотрели, и про ссылки. Про презентации. Презентация, например, из сборника. Тот пример, который мы уже как-то рассматривали. Вот, смотрите, у нас идет в квадратных скобках, потому что эти данные мы определили сами, изучив и проанализировав весь ресурс, и поэтому мы их приводим в квадратные скобки. И вот у нас пошло, мы уточняем, что это презентация, это не статья, это презентация, что это материал, какой конференции, вот мы ее здесь привели, уточнили, что это текст электронный, до ее не было, поэтому мы его сюда не вставляли. Инициалы, данные об авторе, они можно не повторять, потому что они идентичны. И дальше пошло описание журнала. Это электронный журнал, вот его название. Мы уточнили, что это электронный журнал, если это написано, и есть в самом источнике, мы квадратные скобки не ставим, если это не из предписанного источника, или мы сами определили на, в результате анализа ресурса, тогда можно поставить квадратные скобочки, что это вот мы сами добавили. Вместо режима доступа теперь пишем URL, указываем адрес, где расположена эта статья, самой статьи, и дата обращения, либо для публикации в электронных журналах, вот то, что я вам говорила, возможно, замена на дату публикации, и указываем, когда. Вместо даты обращения писать дату публикации. Но это мы сослались на саму презентацию, мы дали отсылку к ней. А если мы даем отсылку к определенному фрагменту этой презентации, например, какие-то слайды, на шестом-седьмом слайде в презентации, мы это можем сделать, во-первых, в самом тексте работы, тогда мы здесь ничего не указываем, а можно сделать и вот таким образом. указать вот здесь, перед URL, после сведения об ответственности, место расположения этого фрагмента вот в этой презентации, что мы делаем упор на слайды 6 и 8, ну, как страница, где расположена внутри этой презентации. Да, вот сейчас идет обсуждение проекта нового ГОСТа по ссылкам на электронные ресурсы, цифровые ресурсы. До 1 марта шло публичное обсуждение, так что скоро нас может ожидать новый ГОСТ. И вот этот вот вариант, он как раз в этом проекте присутствует, что указывать, да, вот здесь пробелы, конечно, не надо, у нас точка ставится вот сюда, и сейчас мы ее прямо вот сюда вот поставим, да, вот, 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 чтобы не смущать умы, точка ставится сюда. Слайды, да, слайды можно указывать вместо страниц, если это вот касается презентации, например, как сослаться на определенный фрагмент. Можно указывать. В ссылках, теперь к ссылкам. Ссылки и библиографические описания строятся из тех же областей и элементов, и чаще всего мы на составную часть ресурса, если уж и ссылаемся, то в самом тексте документа это чаще всего вот мы с первичными ссылками работаем, когда даем подстрочными ссылками, даем первичную полную ссылку, вот здесь мы приводим массу-массу информации, в том числе и международный стандартный номер, он сюда тоже входит. Вот я вам прямо привожу, до сих пор мы говорили про описание, а сейчас пару слов про ссылки. Привожу прямо вот такую схему, структуру, первичные полные ссылки. И вот как это может выглядеть. Вот название. Общее обозначение материала спрашивали, электронный ресурс у нас ушло или осталось. В ссылках это пока еще осталось, так как они больше с ГОСТом 2003 связаны. И вот эта часть, то, что мы писали в квадратных скобках, общее обозначение материала, для электронных ресурсов, вот это еще осталось. Если просто текст, печатный источник, мы этого можем не писать. Ну и вот заглавие, да, сведения, относящиеся к заглавию. Сведения об издании, да, привели, потому что это первичная ссылка, в повторных мы этого не делаем. Место издания, издательство, год, количество страниц, на которые мы ссылаемся, либо конкретная страница, если мы даем цитату закавыченную, либо погенация, если это необходимо по источнику. Там тоже разные варианты могут быть, как указывать страницы, и их мы тоже разбирали, когда говорили в вебинаре про ссылки. Все варианты разбирали. И СБН мы тоже приводим. И СБН старайтесь приводить. И подстрочная ссылка на составную, вот это мы посмотрели на целый ресурс, да, а на составную часть ресурса, здесь тоже возможны варианты. И возможны варианты даже в первичной ссылке, вот в этой полной, которую мы должны приводить в полном виде. Если речь идет о тех сведениях, которые мы уже прописали в нашем тексте работы, то их можно опускать. ГОСТом 2008, вот сейчас мы уже про ГОСТ 2008 обращаем внимание, говорим, там допускается опускать эти сведения. То есть сравните два варианта. Здесь в своей статье, какой, непонятно, Кравченко, где эта статья, рассматривает вопросы, такие-то, такие-то. Что за статья, где опубликована, ничего не понятно, поэтому здесь мы даем полные сведения. Автор, заглавие, название работы, две косые черты, в каком журнале опубликовано, за какой год, номер и на каких страницах. Вот описание мы даем, а в ссылках мы этого не пишем, мы не пишем. Вот это, еще раз, коллеги, у нас есть два ГОСТа. У нас есть ГОСТ по ссылкам. Так, сейчас я его вам даже... Вот, вот. Так, сейчас перейдем в начало. Вот он, слайд найду. Текст непосредственный. Мы не пишем в двух случаях. Если в списке источников основная масса литературы, если мы пользуемся, составляем его по ГОСТу 2018, этот список источников оформляем, если основная масса литературы у нас печатные версии, тогда мы это можем не писать, мы это можем опускать. Это элемент условно обязательный, поэтому и без него можно обойтись. И когда мы оформляем ссылки, мы их оформляем по ГОСТу 2008. Там этого правила и требования еще не было, они появились в ГОСТе 2018. Поэтому для ГОСТа 2008 мы не пишем текст непосредственный. Для ссылок все осталось по-прежнему. Единственное, что мы добавляем, после заглавия в квадратных скобках мы пишем электронный ресурс, если у нас это электронный ресурс. Так, где мы были? Да, вот. Вот. Вот, вот, вот. Вот это общее обозначение материала, слова электронный ресурс в квадратных скобках после заглавия оно остается только в ссылках при оформлении ссылок и только для электронных ресурсов. Для текстов мы этого не пишем. Список на печатные электронные. Вот, смотрите, да, там будет и... А, если у вас просто две части. Список один, разделы внутри могут быть разные. Сначала идут печатные ресурсы, по-разному группируются списки, но он единый. Это разделы внутри. Все равно смотрите по общему количеству всего списка. Да, это разделы, Ольга, это разделяют специально, чтобы удобнее было смотреть. Смотрите по количеству. Но список все равно, он единый, да. Внутри могут быть разделы печатные ресурсы, электронные ресурсы. Печатные внутри могут разделяться на законодательные акты, научные литературы, хрестоматии, пособия и так далее. Периодические издания еще выделяют. В общей массе смотрите. Если у вас больше всего электронных ресурсов, ну тогда здесь пишем текст в ссылках, а не электронный ресурс. Вот поэтому здесь и не пишется текст непосредственный. После точки ставилось тире, сейчас не нужно. Это мы говорим про ссылки. В ссылках не нужно. В библиографических описаниях по ГОСТу 2018 или 2003 нужно. В описаниях нужно. В ссылках нет. В ссылках допускается заменять знак точка тире на знак точка. Все этим пользуются, потому что это один из признаков, как мы можем отличить, что у нас ссылка или описание. И вот смотрите, второй вариант. Здесь мы привели все сведения. А вот второй вариант. Когда мы в тексте пишем, в своей статье название есть, автор есть, чего у нас не хватает, а где эта статья у нас... То есть мы сведения о составной части ресурсов в самой статье привели. Их мы можем опустить, и даже в первичные ссылки мы можем указать только сведения об идентифицирующем ресурсе. Вот это нет, Оксана. Вот смотрели специально ГОСТ с коллегами тут на вебинарах тоже обсуждали. Вот в ссылках почему-то нет. Хотя вот в новом ГОСТе, обсуждение которого идет, то так, то так. Может быть, и примут решение, что будет пробел. Пока нет. Пока пробела нет. И смотрите, какая есть интересная штука. Особенно она касается оформления за текстовых ссылок. С подстрочными. Ссылки, вот эти, которые мы выноской внизу страницы, оформляем вот эта ссылка, и она оформляется по ГОСТу 2008, а то, что мы включаем в список источников, оформляется по ГОСТу 2018. То есть когда мы работаем с подстрочными ссылками, мы имеем дело с двумя ГОСТами. Почему я вам в самом начале говорила? Обращайте внимание. Составная часть, что мы делаем? Или мы делаем ссылку на составную часть ресурса, вот как здесь, с Ноской. Либо мы делаем библиографическое описание для списка источников, который у нас пойдет вот туда, в конец нашей работы. Тогда мы ориентируемся на ГОСТ 2018 или для стран СНГ ГОСТ 2003. Вот там у нас уже появится точка-м. А в ссылке у нас будет точка. С затекстовыми ссылками та же самая история, но немножко по-другому. В тексте работы мы ставим отсылку в квадратных скобках в конце или допускается в середине предложения после нужного фрагмента. Мы ставим в квадратных скобках отсылку к номеру источника. А сам текст ссылки мы выносим, он называется выноска, выносим за текст, и он у нас идет отдельным списком. Так вот здесь есть маленькая хитрость. По правилам должно быть два списка в конце работы. Выноска – это список затекстовых ссылок, которые мы оформляем по ГОСТу 2008. Но у нас есть еще список источников, которые составляются по ГОСТу 2018. Тогда у нас получается сначала мы сюда как ссылку делаем, а потом оформляем это же по ГОСТу 2018 отдельным списком. Ужас, правда? Поэтому часто для студенческих работ, для ВКР, магистрских работ в методических рекомендациях прописывается один ГОСТ, по которому мы оформляем эту выноску, фактически выноску. То есть вот этот иногда делают так. Вот эту часть опускают и делают сразу. Ставим номер источника, и список источников у нас будет один, но мы его оформляем по ГОСТу 2018. Что не запрещено, то разрешено. Окей, хорошо, так. Мы опустили эту часть. Либо второй вариант. Вот это не делают, просто оформляют список источников, пишут список источников, но по факту это является список затекстовых ссылок. Их оформляют по ГОСТу 2008. Чаще всего мне встречается вот такой вариант, когда ставится отсылка, а здесь оформляется по ГОСТу 2018. Ну, конечно, не совсем правильно с точки зрения порядка оформления, но в плане упрощения для исполнителей, для небиблиографа вполне допустимый вариант. Поэтому имейте в виду, что вы можете, когда работаете за текстовыми ссылками, столкнуться со всеми тремя вариантами. Либо от вас потребуют два списка, редкий случай, либо оформление по ГОСТу. Если вы видели слова, что затекстовые ссылки оформляются по ГОСТу, или там список источников оформляется по ГОСТу 2008, то вот, значит, эта вот часть присутствует. Или список источников в тексте оформляется отсылкой, а список источников оформляется по ГОСТу 2018. Значит, скорее всего, принят вот этот вариант. Тогда проще жить. Нам не надо, как... А почему сейчас и любят затекстовые ссылки, потому что вот эта вот хитрость есть. И как с подстрочными ссылками, нам не нужно два ГОСТа. Нам достаточно обойтись каким-то из них одним. Поэтому обращайте внимание очень внимательно, когда вы, во-первых, читаете методические рекомендации, и, во-вторых, когда вы их сами пишете. То есть какой из вариантов вы примете, чтобы меньше запутать несчастных научных руководителей и студентов-магистрантов. И на балую по биографическому описанию книги учебной... По книге вряд ли надо посмотреть. У нас были по биографическим описаниям вообще. Сейчас я вам скажу чуть попозже. И затекстовая ссылка на статью. Как она будет оформляться? В тексте мы ставим... Мы можем в конце предложения поставить или по смыслу в середине фраз, в середине предложения тоже допустим. Например, мы сразу отсылаемся, отсылаем к списку в источнике номер 5. И вот они, два варианта. Если мы оформляем вот эту часть по ГОСТу 2008, и если мы оформляем по ГОСТу 2018 нашу затекстовую ссылку, то будет либо вот так, либо вот так. Дак Кравченко, название, журнал. Это сведения о составной части, это сведения об идентифицирующем документе. Социология номер страницы. Социология номер страницы. Вот оно у нас прошло. Здесь простой вариант, поэтому здесь кроме точки тире, в общем-то, различий особых не было. Но когда мы оформляем, например, книги, электронные журналы, то вот нужно смотреть, по какому ГОСТу мы оформляем. Вот, нет, в ссылках опускается. Вот ссылка. Вот это оформлено не по 2018. У нас нет точки тире, и мы, еще одно отличие, мы сюда всех трех авторов статьи выносим в заголовок. Если по ГОСТу 2018 у нас будет один автор, остальные за косой чертой. Уже появится сведение об ответственности. Заголовок. Вот мы добавили в квадратные скупки электронный ресурс, потому что это ссылка, и там мы это добавляем, и это у нас не основной массив наших документов. А дальше мы пишем, откуда мы это взяли. Это журнал, видимо, электронные библиотеки 2003 года. Вот оно, том 6, выпуск 1. Нумерации у нас здесь страниц нет. Почему? Потому что в электронных журналах, кстати, сейчас мы можем столкнуться с тем, что у нас могут отсутствовать нумерации страниц. Очень часто в электронных журналах мы с этим сталкиваемся. Если отсутствует, значит не указываем. Значит указываем вот так, как у нас есть. У нас есть и адрес, мы его написали. Вот он, адрес этой статьи. И здесь мы пишем дату обращения. Раздел сайта. Вот здесь, если необходимо, это доклады, тоже электронный ресурс. В сведениях об ответственности мы написали, кто принимал участие на разработке, к чему это относится. И сведения идентифицирующего ресурса. У нас было просто написано, что это вот всероссийская перепись населения. При необходимости мы добавляем, что это сведения, да, как бы сведения об ответственности. Что это веб-сайт, да, или там официальный сайт кого-то. Если это не написано на титульном экране, если мы не видим этого на главной странице этого сайта, ну нет, этого не написано. Мы сами определили, что это веб-сайт, или где-то мы увидели там в описании о нас, о наших программах, о нашем ресурсе. Где-то там в тексте они написали, что это портал, промелькнуло слово. На основе анализа всего ресурса мы можем сделать вывод, что это веб-сайт, портал или что-то, еще там LMS или прочее. Но тогда это заключаем в квадратной скобочке, да, что мы это нашли, это есть. И дальше приводим URL, дата обращения. Видео, документы сетевого распространения, в сведениях, идентифицирующего ресурса. Они рассматриваются тоже, например, фильм, размещенный на канале YouTube. Рассматривается как составная часть, если он больше нигде не размещен, и только там является его частью. Или, например, вебинары, записи вебинаров Директ Академии, размещенные на канале. Больше мы их никуда не выкладываем, они там существуют, как сборник такой, да, поэтому можно рассматривать как составную часть, отдельный вебинар, да. И дальше мы пишем название канала. Можно пометить, что это официальный аккаунт, иногда пишут, вот как здесь, да, можно иногда пишут там официальный канал на YouTube. Здесь вот прямо жесткого такого правила нет, как вот прям только так писать и больше никак, поэтому, ну, чаще пишут официальный аккаунт, да. И URL, дата обращения. Все, вот мы дали ссылку на конкретную видеозапись. Перенос ссылки на другую строку, вы имеете в виду перенос вот этой вот ссылки, да, после URL, да, адреса ссылки. Но он сам встанет. А если длинный, то его можно сократить до первого доменного имени, привязав гиперссылкой к нему вот эту вот ссылку. Потому что иногда бывает на 2-3 строчки, этого можно избежать, можно будет сократить. Ну и, например, еще такой вариант, это примерный вариант, который мы составляли сами, потому что образца такого нет. ни в одном, ни в другом, ни в третьем госте. Примерный вариант, например, электронный курс. Курс мультимедийный. Как мы это определили? Мы смотрели, там есть и видеозаписи, там есть инфографика, там есть текст, там есть тесты, там есть интерактив, там есть еще много чего. Поэтому мы в сведении об ответственности пишем мультимедийный электронный курс. Что нам это дает? Это нам дает вот это вот, разные виды содержания электронный. Вот то, о чем мы на прошлом вебинаре говорили. Можем заменить. Ага, мультимедийный, там много чего есть. Вот чтобы не писать изображение, аудио, видео, визуальное, невизуальное, текст электронный, текст такой-сякой. Мы просто меняем разные виды содержания. И мы же смотрим его с компьютера. Значит, вид доступа электронный. Все. Мультимедийный ресурс такой позволяет нам сделать. Вот такая маленькая хитрость. Опять же, напоминаю, сереньким выделено, потому что это условно-обязательный элемент. В принципе, в студенческих работах вы можете этого не требовать от учащихся, от слушателей, чтобы они еще и с этим голову не ломали. Дай бог, чтобы мы написали все правильно, по структуре. Хорошо бы. Поэтому я его сереньким и выделяю. Здесь стоит в конце, потому что он относится ко всему электронному курсу. Вот у нас есть автор. Вот название курса. Вот в сведениях, относящихся к заглавиям, мы написали, что это такое. Это не книга электронная, не статья. Приводим сведения об ответственности. Ставим косую черту. Везде пишется, что это в самом ресурсе, пишется везде просто имя, фамилия автора. Инициалы установили просто поиском в Яндексе Гугли. Набрали, он вывел, мы нашли отчество, поставили все, как положено, сделали сюда. Но тогда за косой чертой мы пишем так, как он в ресурсе и упоминается. Приводим данные об организации, что это курс. Мало ли чей курс? Может быть личный, может быть еще чей. Что это курс Новосибирского государственного университета. А дальше где он расположен? Идентифицирующий ресурс по отношению к курсу. Это платформа Курсера. Не в рамках рекламы, как мне сказали на прошлом вебинаре. Просто попался пример. И дальше приводится адрес, дата обращения, когда мы смотрели этот курс. Вот мы его приводим. И в конце приводим режим доступа. Режим доступа приводится в том случае, если есть какие-то ограничения или условия. Если свободный, ничего не пишем и просто ставим точку, на этом завершаем. Если есть, вот здесь есть. Для того, чтобы посмотреть этот курс, надо на него зарегистрироваться. И только тогда материалы и то в сроки, когда этот курс проходит. Первый автор... Все дни их ответственны. Фильмы с Ютьюба. Сейчас, сейчас, сейчас скажу. Сейчас посмотрим. И второй вариант описания. Если мы приводим, например, нам нужен кусочек, вот тот самый фрагмент этого курса. Здесь на курс целиком, а здесь только на одну видео лекцию. Причем мы, например, пользуемся только частью из этой видео лекции. Вот тогда мы здесь пишем автора названия этого урока. Пишем, что это видео лекция. В сведениях об ответственности опять приводим, вот то, что у нас было. Вот это можем опустить. В сведениях об идентифицирующем ресурсе мы уже приводим, откуда эта видео лекция. А вот она из курса. Вот эти данные, что это мультимедийный курс, мы приводим сюда. Новосибирский университет. Нашли мы, например, там Новосибирск, 17-й год, когда он был произведен. Урок один, время. И вот здесь мы дописываем. Урок один, время воспроизведения. Вот он там с трех до пяти минут. Как вариант. То есть мы дальше показываем URL, дата обращения. И вот это вот, чтобы нам не ставить 40 раз вот эти, а мы их не можем поставить, дабл слэш, да, вот эти две косые черты, мы просто вот эту вот часть делаем. Урок как составную часть ресурса. Сам курс как основной, ну, как глава и книга, да, как книга, как основной ресурс. И в режим доступа мы просто записываем, ну, во-первых, в адресной строке у нас уже указано, что это на курсере. И мы сюда вот это можем дописать как ограничение, что он доступен только для зарегистрированных слушателей на платформе курсера. Все. Этого может быть и достаточно. И вот сюда после года, помните, мы писали тома, ну, в принципе, мы после года и страницы пишем, здесь у нас страниц нет, поэтому мы можем указать, а допускается указывать другие элементы размещения составной части ресурса. Вот мы и указываем, что это урок один. И время воспроизведения вот в таком формате, мы его сами установили, поэтому в квадратные скобочки. Вот эти слова время воспроизведения, они, опять же, в проекте нового ГОСТа присутствуют. Там идет обсуждение, и, возможно, это будет принято. Время воспроизведения определенного фрагмента и указывается. Либо второй вариант, мы можем сейчас не писать время воспроизведения фрагмента, а просто оставить вот эту погенацию времени, с 3 минут 7 секунд до 5 минут 3 секунд. На видео это спокойно можно определить. И вот мы даем вот эту ссылку на фрагмент электронного курса. Вот такой примерный вариант, конечно, можно и доработать. Да, хороший вариант, почему два автора. В принципе, да, вот это вот, кстати, пример из самого ГОСТа. Да, если только здесь... Да, один автор, второго надо было... Обоих нужно было потом за косую черту выносить. Ссылки можно только двух авторов оставлять. И по видеодокументам сетевого распространения. Ну, вот, например, то же самое. Вот вариант, как можно делать. Можно ставить в квадратные скобки, здесь добавить время воспроизведения. Но вот в проекте нового ГОСТа там идет через точку тире, без квадратных скобок, просто указывается вот этот вот элемент, что находится на ресурсе в таком-то на канале. И время воспроизведения вместо страниц мы его просто сюда указываем, если мы ссылаемся на какой-то фрагмент этого вебинара или записи вебинара. И дальше приводится URL и дата обращения. Ну, вот, коллеги... Да, кстати, вот так же можно делать из описания... Сейчас очень популярны онлайн-конференции. И иногда выкладывают запись конференции не отдельными докладами, а в целой массе. Тогда можно просто по аналогии рассматривать, что вот это видео большое, это сборник докладов, да, и отдельный доклад внутри, это как статья. То есть мы можем скомбинировать два варианта. Описание статьи из сборника материалов, вот в части описания, что это за конференция, сведения, относящиеся к заглавию. А дальше и вот эта вот ссылка на фрагмент видеодокумента, видеоресурса с указанием времени воспроизведения конкретного выступления, конкретного автора. То есть вот здесь можно скомбинировать два варианта и сделать тогда ссылку или библиографическое описание для вот этого вот нового, совершенно для нас элемента. Ну, 17 марта, коллеги, у нас будет вебинар по тому, чего еще нет в гости или в гостах, да. Я думаю, что мы вот эту вот тему еще раз поднимем, вот эти вот варианты тоже рассмотрим, как это можно было бы сделать. Ну, что ж, коллеги, на этом мы с вами сегодня нашу встречу завершаем. Всем большое спасибо, кто сегодня был с нами, кто активно задавал вопросы в чате. Большая просьба, если какие-то вопросы остались, пожалуйста, можете написать что-то, что-то могло у нас убежать наверх, я могла что-то пропустить, поэтому не обижайтесь, я вам свои координаты оставляю, можно написать, и тогда мы уже все вопросы в индивидуальном порядке с вами обсудим, поэтому не волнуйтесь, не переживайте, просто действительно очень быстро бежал чат, и что-то реально могла просто опустить. Про ссылку на презентацию, сейчас я ее вам дам. Сначала мы завершим нашу сегодняшнюю встречу, и все обещанные ссылки, все необходимые полезности я вам сейчас уже отдам. Но сначала мы завершим нашу сегодняшнюю встречу. Всем большое спасибо, кто в ней принял участие. Встречаемся в следующий раз 17 марта, и будем говорить о том, чего нет в господи.